Дом Дом Давайте поднимемся на красное резное крыльцо, оно словно приглашает войти в дом, пройдя через сени, попадаешь в мир домашней жизни. Воздух в избе особенный, пряный, наполненный ароматами сухих трав, еловой хвои, печного теста. Все здесь, кроме печи, деревянное, потолок, гладко обтесанные стены, пристроенные к ним лавки, полки-полавышники, протянувшиеся вдоль стен чуть ниже потолка, палати, обеденный стол, стоящий у окна, нехитрая домашняя утварь. Некрашенное дерево излучает мягкий, приглушенно-золотистый цвет, и его природную красоту особенно остро чувствовал крестьянин. Русская печь Печь — душа крестьянского дома. Она кормила, спасала от холода, избавляла от хвори. Пространство около печи служило женской половиной. Все здесь было приспособлено для приготовления пищи. Перед устьем печи, ладно, устроен шесток, широкая толстая доска, на которой разместились горшки и чугунки. Рядом с устьем стоят на вытяжку, ухват, лопата, помело. В боковой стене печи делали неглубокие нишки-печурки, где обычно сушили мокрые рукавицы, лучину. Возле печи обязательно висели полотенце и рукомойник. Под ним стояла деревянная лохань для воды. А около печи укрепляли деревянный настил, палати, на палатях спали. С печью связано немало любопытных преданий и народных обычаев. Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту. Считалось, что за печью живет домовой, хранитель домашнего очага. В русских народных сказках печь часто упоминается и, как правило, неотъемлемо связана с главным героем. Например, в сказках «По щучьему велению», «Гуси-лебеди», «Баба-яга» во всех сказках лежала на печи. Почетное место в избе — красный угол. Находился по диагонали от печи и был обращен к юго-востоку. Он принимал первые лучи утреннего солнца. Каждый гость, входивший в избу, у порога первым делом находил глазами красный угол, снимал шапку, трижды осенял себя красным знамением и низко кланялся образам. А уже потом только здоровался с хозяевами. Здесь на специальной полке стояли иконы, украшенные вышитым полотенцем, горела лампада, висели пучки сухих трав, рядом стоял обеденный стол. В красный угол сажали самых дорогих гостей, а во время свадьбы — молодых. В обычные дни здесь за обеденным столом сидел главарь семьи. Здесь же стояла лавка, на которой он спал. Под ней в ящике хранился инструмент. Здесь крестьянин занимался поделками и мелким ремонтом. Каждый день в определенный час за столом собиралась обедать вся крестьянская семья. Значительное место в избе занимал деревянный ткацкий стан — кросно. На нем женщины ткали. Для новорожденного подвешивали к потолку избы нарядную люльку. Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песню крестьянки. Когда спускались в сумерки, жгли лучину. Для этого служил кованый светец. Вдоль стен стояли широкие лавки из камней. Под потолком шли половышники. На них располагалась нехитрая крестьянская посуда. Горшки, ковши, чашки, миски, ложки. Одежду хранили в сундуках. Чем больше достаток в семье, тем и сундуков в избе больше. Все устроение домашней жизни было подчинено бытовым и трудовым потребностям семьи. Но в то же время несло порядок и гармонию. Простая крестьянская изба. О сколько мудрости и смысла в себя она вобрала. Интерьер избы — это столь же высокое искусство, как и все, что создавал талантливый русский народ. Субтитры создавал DimaTorzok